добрый день и снова мы на канале домик в деревне с вами юра или юрий еремин добрый день добрый добрый день снова мы на канале с вами домик в деревне с вами снова юрий еремин всем привет всем здравствуйте всем хорошего дня удачного дня а что это у нас там сидит в кустах а это у нас черепашка здесь цветочках засела вот они вредители цветов да не только цветов они всего все едят и вот это вот еще вот он вредитель сидит жуки страшно вот здесь он сколько скажу так где он там так что-то его не вижу вообще уж вот они роза уже все отсвела зато там у нас вишенка уже поспевает здесь скоро груши будет орех пичка вот с утра до обеда вот этот участок от травы освобождал сейчас теперь вот спасла беда вот этот участок будет сейчас освобождать от травы ухты ничего себе заказ и малинка есть уже появилась красненькая это же хорошо малину в том году пересаживаем вредитель самый такой вредитель до лежим отдыхаем охранник хороший но вредитель страшные лунки все лунки перекопал вот как это так разве так можно цезарь зато этот кайфушник лежи спит отдыхает куда-то плывет сурчосницы кайфушник кофе выпьем вот такого вот кофе черная карта кофе вообще любитель кофе как любить и без разницы когда пить его сколько пить даже могу перед самому выпить горячий не пью его с холодной воды разведу как-то так вот сейчас надо кофе выпить так сказать заряжусь энергию и дальше траву дерут убирать двор и вот так вот проходит будни деревне а вот этих уток которые вы видели у меня на канале до утки этих уток я хочу купить помимо этих уток еще надо будет в ганечкин съездить с ганечками тоже утят привести тоже индоутят ну а так вот на будущее вообще-то желательно хочу цыплят курей хочу завести и желательно какой-нибудь не сушки потому что я держал породу вот этот коп 500 бройлеров мне что-то не понравилось во первых у нас с кормом у нас не найдешь корм тот корм который именно им нужен этот корм не найдешь у нас вот а покупать дешевый корм как бы не рентабельно они не полнеют ничего и а едят очень много поэтому лучше всего иметь не сушку простую в моей практике по крайней мере был этот адлеровское серебро это самая хорошая порода так я считаю потому что их держал уже они во первых и яйца хорошо несут и такие непривередливые выносливые к нашему климату но я бы например рекомендовал как для себя например вот адлеровское серебро например потому что они мне очень понравились я цыплят покупал в астрахани на больших и садах покупал цыплят адлеровское серебро ну а здесь уже что придется как говорится здесь уже смесь бульдог носорогом потому что здесь настоящие породы маловероятно что найдешь чисто кровным настоящую пород один человек разводит чисто кровных настоящую породу у нее про все породы сидят по разным клеткам это ухов сергей живет время базе вот он разводит очень много у него пород курей утей и индюков вот и все породы сидят в разных в разных клетках то есть у них у всех разные помещения они никак не смешиваются совсем вот потому что он чисто на породу работает вот но вот но так особо цыплят не продает чисто для себя или для тех которые ценят этот пород потому что есть такие породы дорогие он цену как бы не сбрасывать и очень хорошая порода него действительно чистокровный у него что я хотел сказать так сейчас нам надо одеть маску и мы готовы к выходу вот они висят маски вот маску надо ведь и вот так вот одеваем маски вот так вот как то получается и мы готовы к работе косячник здесь лежит у нас да не не знаю косячник не знаю кайф уж не одним словом вот он лежит да что-то будет сейчас ловить нюхать сам ган понюхать я первый раз поставил камеру но она за счет ветра упала сейчас пришлось грядку поставить она еще и косячник рядом подошел нюхать сейчас еще на камеру пойдет нюхать будет да так вот ведро набираем фу отойди траву какую-то ест может им нужно это для организма я точно не могу сказать все какими-то там мотоблоками делают не знаю мы привыкли без мотоблок правая и левая рука все весь мотоблок все лег рядом будет не знаю хранять не знаю мешать да и так далее вот весь двор вот таким вот мотаром нам надо будет почистить его от всякой вот этой травы сорняка а сейчас сорняка страшно я не знаю вот у некоторых людей нет сорняков почему-то для них каждый год кверх с жопой во дворах сидят честно сказать у меня особо такого времени времени нет держу по дворе сидеть помимо помимо двора тройки и дела есть и льва двор выпустил они сами сидят траву вместе с траву и все остальное не зря же есть пословица пусть их озла в огород он и на траву съест и капусту вот за два часа буквально только всего два метра мне удалось когда земля высохла сухая и не как пока что еще не получается да будем делать дальше чушь стоять стоять штатив падает постоянно что-то падает он слабый что вот так вот и дергаем руками только руками их я уже коров так и проходит время жизнь в деревне все лет кверх жопы можно сказать она растет она растет и растет бетонный завод позвонить и залить бетоном все этот по моим самый лучший способ до такой степени надоедает это трава что только бетоном можно будет асфальт она пробьет а вот бетон если залить толстый слой метровый она уже не пройдет да правда уже ничего не пасаешь зато зато травы не будет это получается все это время снимал заднюю часть задний фон где и вот здесь вот сниму но у меня получилось что я задний фон снимаю да бывает бывает чушь теперь видать запарился капитально как мне эта трава как мне эта трава уже бетонный завод сколько стоит привести здесь 10 кубов или 100 кубов лучше 100 кубов бетона так то что мелко осталось назад пустотр опять вылезет уже больше будет значит уже опять надо будет дергать домой водички попить а меня дома вот этот кайфушник встречать мурлыка да все сидим отдыхаем ой холодный какая хорошая водичка идти дальше дергать и так день проходит всем большое спасибо за просмотр за поддержку канал не забываем подписываться ставим лайки пишем комментарии будем снимать дальше будем стараться сделать как-то лучше правда еще практика не такая уж и большая у меня для того чтобы монтировать но все же буду стараться спасибо большое за уроки монтажа и тому человек который меня вот ведет ю тубе большое ему спасибо это евгений сактюбинская тоже блогер ему огромное большое спасибо он очень много дает мне советов и вам дорогие мои друзья огромное спасибо добро пожаловать на мой канал не забываем подписываться всем большое спасибо спасибо